Микс Ньюс Добрый день, 12.17 на часах, в эфире программа «Разворот». Сегодня веду ее я, Леона Борисова, помогает мне звукорежиссер Евгений Копиин. В гостях сегодня у нас руководитель Департамента по стратегическому развитию, надзору Центра мониторинга Национального Совета по электронным СМИ Улдвис Лиалпетер. Здравствуйте. Добрый день. Я сразу поясню слушателям, если кто не знаком с деятельностью самого Совета по электронным СМИ, чем он занимается. Во-первых, это независимый институт. который представляет интересы в обществе в сфере электронной СМИ. Во-вторых, Совет осуществляет надзор за деятельностью СМИ в Латвии, проверяет их на предмет соблюдения нормативных актов. И, например, наши радиостанции отчитываются о своей проделанной работе именно перед Советом по электронным СМИ. А теперь, что касается вашего департамента, еще раз я повторю, это Департамент по стратегическому развитию и надзору Центра мониторинга. Поясните, пожалуйста, чем он занимается, ваш Центр мониторинга. Мониторинг смотрит, следит за тем, как электронные СМИ соблюдают закон, постановки закона. Как вы знаете, наш закон по электронным СМИ внедряет директивы Евросоюза по аудиовизуальным средствам сообщения. Также наш закон регулирует рынок радио. Цель регулирования, чтобы обществу было доступно качественный продукт информационный, чтобы правила в рынке были одинаковые для всех, и в конечном счете выигрыша была общественность. – А сколько единиц СМИ у вас находится под надзором? – Под надзором много, почти полсотни. – То есть 50 единиц, мы сейчас говорим именно… – Полтысяча, полтысяча, да. – А, 500 приблизительно. Это и радиостанции, и порталы, и телепередачи, телеканалы. – В основном это телеканалы, радиопрограммы, также как так называемые услуги по востребованию. И с тех пор, как в прошлом году принята новая директива, скоро и в наши полномочия придут некоторые из порталов, которые предлагают аудиовизуальные содержания, да, и видео по востребованию, то есть платформы для размещения видео и платформы, которые предлагают по востребованию. – 672 12 939, 672 13 939, звоните нам, задавайте свои вопросы, если у вас такие имеются по общественным СМИ, радио, телевидению, если вы смотрите и вас интересует вопрос касательно вещания. Также пишите нам 2061 91, задавайте свои вопросы в WhatsApp. Ну, вы сказали, что занимаетесь регулированием, соблюдением правовых актов, да, именно СМИ. А как это происходит? Вы же, я думаю, не в состоянии отследить и отсмотреть, все прослушать, весь контент тех 500 единиц СМИ, которые вот вы назвали, находятся в вашем ведении. – Ну, нам помогает программное обеспечение. – Как это работает? – Это работает, как мы знаем. Еще несколько лет назад человек мог сделать лучше любого автомата, лучше любой программы практически все, что только задумалось. Но сейчас развивается искусственный интеллект, сейчас развиваются алгоритмы, и в информационном пространстве уже алгоритмы делают вещи намного быстрее, намного лучше, чем человек способен этого делать. Это, между прочим, одна из главных причин, почему Евросоюз разработал новую директиву по аудиовизуальным средствам сообщения. Почему это так важно? Потому что возможность распространять контент, в том числе аудиовизуальный контент, выросли экспотенциально. И каждое видео, которое мы видим на обыкновенном телевидении, моментально находит своих клиентов через социальные медиа и через интернет. И находит очень точно клиентов. Мы знаем, что, например, Google, если вы пользуетесь Google, знает о вас намного больше, чем ваши родственники, чем ваша мама, отец, дети, и намного больше, чем вы сами знаете о себе. Поскольку вы многого забываете, Google никогда ничего не забывает и анализирует. Подбирает соответствующие предложения. Да, и совмещает эту информацию с информацией из других базов данных. В результате, Google знает, мужчина вы или женщина, какой у вас возраст, какие ваши политические взгляды, что вам нравится, что не нравится. Если вы, например, используете фитнес-тренер, у вас на руке есть браслет такой, то это тоже Google отслеживает, отслеживает, знает, как бьется ваше сердце, когда вы смотрите или слушаете то-то или то-то, что вы делаете утром, что делаете вечером. Ну, да, это известно. Как вы реагируете на все. Это значит, что, если, например, в телевизионной программе начинаются такие, ну, незаконные вещи, как призыв к терроризму, да, то это содержание моментально находит людей, которые могут и быть неспособны сопротивляться такому призыву. Мы знаем, как было вот так называемый ЕГИД, да, исламское государство, когда завербовали многие тысячи молодых людей, поскольку алгоритм и социальные медиа помогли очень точно найти тех, на которых легко повлиять, и фактически уговорили, манипулировали их волей и завязали вот эту бойню, эту войну, используя технологии. То есть, с одной стороны, это была идеология, может быть, там, средневековья, а с другой стороны, использовались самые современные технологии, чтобы запустить это кровопролитие. Ну, вот, может быть, на конкретном примере, как работает система мониторинга, вы сравнили с Гуглом, допустим, не знаю, любой латвийский телеканал, идет дискуссия, такая же передача, ток-шоу, ну, условно, где сидят разные эксперты, высказываются по тем или иным актуальным темам, и, допустим, один из них наиболее радикальный, не знаю, в его словах, кто-то может увидеть или услышать, ну, допустим, призыв к каким-нибудь действиям, там, не знаю, свержению власти, или он дискриминирует кого-нибудь в своих речах. Как фиксирует эта система мониторинга, и как вы можете это контролировать, не отслеживая, используя человеческие ресурсы для того, чтобы человек... Ведь это очень субъективно. Ну, у вас есть какие-то маркеры, или это только после распространения этой передачи выясняется? Все потом проверяется человеком. У нас есть сотрудничество с другими институциями, у нас есть контракты с коммерческими предпринятиями, которые работают с искусственным интеллектом, которые работают с современными технологиями, они передают нам уже более или менее отобранную информацию, и мы проверяем это уже... Вручную, как говорится. Вручную, да. И потом уже наши юристы уже дискутируют, насколько это соответствует или не соответствует закону, и опасно это или не так опасно. Вот, к вопросу о соответствии. Как определять разжигание ненависти либо публичную провокацию с целью совершения теракта? Это ведь очень все субъективно, да? Это юристы именно совета по электронным СМИ? Как это происходит? Экспертам это должно быть. Так оно и есть. Это совершенно ясно. Например, по терроризму есть специальная директива Европейского Союза 2017 года, где очень конкретно описано, каким выглядит и что подразумевается под это понятие. Это нельзя произвольно интерпретировать. Более того, если, например, мы находим что-то, что нам кажется не соответствует закону, европейскому закону, программе, которая передается с другой страны Евросоюза, то мы в первую очередь должны об этом сообщить... С третьей именно или с европейской? С европейской. Мы должны сообщить регулятору соответствующей страны, да? Ну, как это было на примере Россия-РТР, да? Которая зарегистрирована в Великобритании? Швеция. Швеция. Это как будто юридически это шведская телепрограмма, да? Мы сообщили регулятору Швеции, мы сообщили европейской комиссии. Делали этого неоднократно, поскольку процедура в старой директиве предполагала очень длинный процесс. И это было и нормально несколько лет назад. В 2010 году, когда эта директива была принята, это был нормальный темп. Но, как я пояснил заранее, сейчас информация распространяется намного более целесообразно, и уже нельзя ждать и посмотреть, что произойдет. У нас уже больше опыта, как это идет. И потом европейская комиссия выражает свое мнение на правильном пути, и что думает регулятор соответствующей страны Евросоюза. То есть вы ждете этого решения, да? Да. Также мы требуем, это от нас требует директива и закон мнения самой телевизионной программы. То есть она имеет право защищать себя, высказать свою точку зрения. Когда мы делаем эти процедуры, мы предупреждаем. Мы предупреждаем, что это не должно повториться. И эта процедура по старой директиве повторялась три раза за год. То есть если не было трех нарушений в течение года, тогда эти меры, через границы эти меры по отношению телевизионной программы из другой страны, мы не могли принять. Новая директива делает это более динамично, и также добавила новые основы, на которых можно ограничить работу какой-то телевизионной программы. Например, это призыв к терроризму, общественная безопасность, безопасность страны и ущерб защитным способностям страны. Ну вот мы об этом поговорим еще после перерыва. Давайте мы сейчас примем звонок. Наденьте, пожалуйста, наушник. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вопрос к гостю вашей студии. Скажите, пожалуйста, занимается ли ваш центр такими проблемами, когда с помощью масс-медиа информации, с помощью телевидения очерняется репутация учреждений, допустим, дошкольного учреждения без фактов, без доказательств, выслушивая только одну страну и не рассматривая доказательства, документы, бумаги, которые есть у второй стороны, используя свидетелей, которые закрывают лицо и меняют голос и не имеют к этому учреждению совершенно никакого отношения, но таким самым вызывая негатив, вот именно как преподносится передача, вызывая негатив у людей, которые не имеют к этому учреждению отношения. Да, спасибо большое за ваш вопрос. Вам понятен комментарий, да, слушайте? Да, спасибо очень. Давайте мы сейчас вынуждены прерваться новостью рекламы, а после перерыва обязательно ответим на вопрос слушательницы. Еще раз повторюсь, у нас сегодня в гостях руководитель департамента по стратегическому развитию и надзору центра мониторинга Национального совета по электронным СМИ Улдис Леопетерс. Мы продолжаем программу «Разворот». Напомню, у нас сегодня в гостях руководитель департамента по стратегическому развитию и надзору центра мониторинга Национального совета по электронным СМИ Улдис Леопетерс. И вот прежде, чем мы прервались на перерыв, позвонила слушательница и описала ситуацию. Ну вот я так тезисно ее сейчас передам. Грубо говоря, в одном, допустим, из репортажей или заметки новостной материали вышла статья, или опять повторюсь, либо телесюжет, где была дискредитирована одна сторона, как я понимаю, детский сад, и сюжет был снят очень однобоко, и в результате очернели репутацию учреждения. И слушатель спрашивает, можно ли обращаться к вам, чтобы вы констатировали такое нарушение, на что они могут рассчитывать, и занимаетесь ли вы вообще подобными проблемами? Спасибо. Короткий ответ такой, что можно обращаться. Мы рассматриваем все те вопросы, которые связаны с соблюдением закона по электронным СМИ. И в прошлом году была внедрена новая норма в этот закон, которая требует от новостных передач и передач об актуальных событиях, чтобы контроверсальные вопросы были показаны таким образом, что обе стороны или несколько сторон могли высказать свое мнение. Что мы не можем? Мы не можем сказать по сущности, кто прав в этой ситуации и кто не прав. Это уже дело суда. Но мы можем смотреть, насколько правильно, объективно работали журналисты и средства массовой информации. И на что может рассчитывать такой человек? Допустим, он считает, что его репутация чернили, что все комментарии в сюжете, ну, если это новостной сюжет, были предоставлены людьми абсолютно некомпетентными, не относящимися к конкретному учреждению. Да, он считает, что сюжет был лживым. На что он может рассчитываться? Он обращается к вам с заявлением, и в результате он может надеяться на опровержение, он получит какое-то, не знаю, возмещение материальное. Если там, ну, как сказать, чистая ложь, то можно в течение короткого срока после сюжета требовать от СМИ, чтобы отозвали неправдоподобную информацию. Но если этот срок прошел, все равно можно писать жалобу о некачественной журналистике, это тогда надо писать совету по электронным СМИ, если затрагивались какие-то другие интересы, тогда уже обращаться прямо в суд. Вот недавно стало известно, что совет по электронным СМИ обратился в Сейм, мы уже затронули эту тему косвенно с просьбой принять поправки к закону, позволяющей учреждению обеспечивать защиту информационного пространства Латвии. И вот совет хочет получить право ограничивать трансляцию любых телепередач из любых стран, вещающих на территории Латвии, если они нарушают там установленные ограничения. Мы их уже перечисляли. Да, это и призыв к насилию, разжигание ненависти, дискриминация, призыв, провокация там с целью свершения теракта, нарушения общественного, ну, ряд-ряд-ряд таких вот угроз. Отсюда вопрос. У вас сейчас такого права нет? У нас такое право, в принципе, есть, но немножко уже, поскольку старая директива, которая по-прежнему работает, не предусмотрела такие положения, как призыв к терроризму. Просто такой проблемы в таком масштабе в 2010 году, когда была принята старая директива, не существовало на таком уровне, как сейчас. И не было в общественности такого опыта, как средства массовой информации могут какую роль играть в разжигании конфликта. А почему вы обратились к Сейму с целью расширить ваши полномочия? Это очень актуально? Вы постоянно с этим сталкиваетесь? Вам указывают на данные нарушения? Ну, в связи с чем вы актуализировали эту тему? Мы актуально считаем эту тему из-за того, что принята новая директива Евросоюза, и европейские государства Евросоюза договорились, и в одном, что эта проблема очень быстро накаливается. Когда была старая директива принята, еще не было так называемого вот этого события, что мы связываем с исламским государством. Сейчас мы уже видим по опыту, как распространяется информация с медией посредством социальных меди, потом и интернета. Это приводит к реальному кровопролитию. И даже Украина. Мы не знаем, какая часть из этого кровопролития, которое сейчас в Украине, прямым или косвенным образом связана, вот скажем, с призывающими к ненависти сообщениям в каналах телевидения. Нам с вами может показаться, что люди, ну так, слушали, ну там кто-то там плохо высказался, ну и что, забываем, идем дальше. Но есть и менее психологически устойчивые индивиды, особенно среди молодых людей, которые это, и радикально настроенных людей, которые это считают очень серьезным знаком, что они должны идти и что-то с этим делать. Вы сейчас говорите про латвийцев, которые условно должны или там принимали решение ехать на Донбасс, допустим. Например, например, в том числе латвийцы. Потому что, во всяком случае, что слышно в публичном пространстве, они информацию и, так сказать, инспирацию получили посредством массовой информации, социальных медий и традиционных медий. И вы хотите иметь право, вот, грубо говоря, по выявлению таких нарушений сразу закрывать или передачу, либо портал, либо... Как я сказал, сразу никак не получается. Не получается, да, через страну связываться, но тем не менее, чтобы по вашему запросу... И если это, так сказать, призыв к разжиганию ненависти и призыв к войне, тогда два раза мы предупреждаем перед тем, как закрывать. И информируем и саму организацию, телевизионную программу и регулятор соответствующей страны, Европейской комиссии, что мы собираемся такое и такое-то наказание на такое-такое-то время или столько или столько там надо будет платить. То есть, что мы считаем правильным делать? И тогда Европейская комиссия требует мнения в течение трех месяцев от регуляторной группы Европейского союза, то есть, все регуляторы, похожие на наш латвийский регулятор, собрались в единую такую организацию и делают свое мнение по поводу, насколько там нарушено европейское право. И только тогда, так сказать, вопрос решен. Но есть и специальные случаи, когда ситуация требует срочно реагировать, тогда возможно сделать это только потребуя разъяснений от самой телевизионной программы и только сообщить Европейской комиссии и регулятору, что мы уже принимаем такие меры. И тогда, если комиссия и Эрго, регуляторная группа Евросоюза скажут уже после какого-то периода, что мы неправильно приняли эти меры безопасности, то нам сразу надо будет их отозвать, да. То есть, это обоюдно острый такой меч. А скажите, в Латвии какие передачи транслируются из каких стран? Если про телевизионные говорить. Да, да, да. Со стран Евросоюза. Ну, это же не все страны, не все 28 стран у нас контент представлены. Ну, большинство, большинство зарегистрированы. Даже есть болгарские? Я думаю, что из болгарских тоже. Я боюсь, что я всех наизусть не смогу вам назвать, но это очень большое количество программ из так называемых третьих стран. Третьи страны могут быть тоже категоризированы в нескольких категориях. Ну, сюда ходят российские телеканалы, может быть, да, уточним. Есть такие третьи страны, которые члены конвенции по телевидению без границ, и те страны получают у нас, ну, так сказать, бонусы на свободное распространение сигнала, да. Поскольку они взяли на себя обязательство, что если мы будем наши программы распространять там, то они тоже будут свободно их распространять. И есть третьи страны, которые не члены, не участницы этой конвенции по телевидению без границ. Россия принадлежит к этим третьим странам, которые не участницы этой международной конвенции. Лет 10, немножко меньше, чем 10, мы дискутировали на уровне Евросоюза о том, что было бы хорошо, если Россия стала бы участницей. Да, но в то время это закончилось без результата. В том случае, конечно, если бы Россия была участницей и соблюдала бы правила этой конвенции, у нас было бы намного проще свои отношения настроить. Давайте мы еще один звонок примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, вместе со временем приходят и способы борьбы, так скажем, с нелегальщиной. Большевики когда-то искру выпускали. Народно-трудновой союз издавал свою газету, которую преследовали здесь. Потом глушили Би-Би-Си, глушили «Голос Америки». Сейчас мне лично кажется, что вот эта структура, которая сейчас есть, это структура цензуры, которая, кстати, по нашей статье «Сотая Конституция» говорит, цензура запрещена. И закрывать какой-то канал, давайте прямо говорить, российский, если там кто-то из участников какой-то дискуссии вдруг сказал что-то не то, про Латвию, не про Латвию, про наших союзников, еще чего-то. Это дискуссия. И в этой дискуссии надо приходить, участвовать. И этого нехорошего человека, так сказать, ставить на место. А не закрывать весь канал из-за кого-то там, который что-то не так сказал. Да, спасибо большое. Извините, что я вас привожу. У нас просто передача подходит к концу. Ну вот, что касается комментариев по поводу цензуры, да, чтобы выполнять свою работу, но цензуируйте. Там ответ очень-очень ясный и прямой. Цензура, цензура называет процесс, когда перед тем, как какую-то программу выйдет в эфир, просматривает и могут запретить и не запретить. То есть перед тем, как что-то выходит на эфир. Мониторинг – это совсем другой инструмент, то есть сперва программа показана. Если там нарушается закон, тогда начинается уже процедура. Мы спрашиваем, почему нарушили. Может быть, вы можете доказать, что вы не нарушили. А потом, если это заходит разговор в тупик, тогда мы говорим, ну, если будете еще раз нарушать, вот тогда мы будем вынуждены какие-то меры предпринять. То есть это довольно такой долгий процесс, но в целом Латвия полностью соблюдает свобода слова. Не зря мы находимся на 24-м месте по рейтингу свободы слова в мире. В отличие от России, если я правильно помню, последний рейтинг был то ли 178 или намного ниже. То есть сейчас в французском рейтинге журналисты без границ? Да. Да. Я могу что-то неправильно помнить, но Латвии точно помню 24-е и далеко во второй сотне Россия. Ну вот по поводу общественных СМИ, я, может быть, напомню слушателям, в Латвии общественными СМИ являются ЛТВ, латвийское телевидение, латвийское радио и портал ЛСМ, которые существуют на трех языках. В последнее время долго ведутся дискуссии о том, чтобы от него отказаться. Ну вот, на ваш взгляд, общественные СМИ должны быть самыми популярными в стране, потому что у нас вот такой трендсеттер в основном это Делфи. Знаете, даже сюда приходят министры и не говорят о том, что они читают общественные СМИ, первое, что они называют. Ну вот я в Делфи читал или в Делфи появилось. Что вы можете об этом сказать? Я считаю, что каждый из СМИ должен хотеть стать самым популярным в стране и вообще на рынке. То есть без амбиций не может быть качества. ясно, что не всем это удается, но говоря лично о мне, я бы очень был доволен, если общественные СМИ действительно были у нас сильными. То есть вы сейчас признаете в том, что они слабы? Нет, они не слабы. Они на данный момент очень сильны, но мы видим, насколько сильно растет популярность, например, YouTube, принадлежащая Google. Мы видим, что конкуренты не спят, развивают свой потенциал. То есть вы сравнили ЛСМ с Google или YouTube, ну сейчас? Нет, я думаю, что мы не можем сравнить в мировом масштабе. Это было бы смешно. Нет, ну хотя бы вот национальном уровне. Но амбиции в Латвии получить в своем нише, например, новости, например, анализ актуальных событий, да, распорядок, политический распорядок дня. Вот по этим позициям я думаю, что ЛСМ должен иметь, я знаю, что они имеют сильную амбицию. Они должны продолжать развивать себя. Как мы знаем, они сейчас находятся на рекордном месте по рейтингам, на четвертом. На шестом. Вот я сегодня смотрела мартовские рейтинги по посещаемости, популярности ЛСМ шестое место. Мартовские? Да, мартовские рейтинги. Последний рейтинг мне было сообщено, что уже на четвертом месте. А в связи с чем такой рост? Чего вы можете его объяснить? Ну, что он, ЛСМ, вот насколько я знаю, никогда не входил в топ-5 наиболее посещаемых латвийцами порталов. То есть всегда у нас на первое место всегда выходят коммерческие СМИ. Кстати, вот если к ним возвращаться, поскольку вы представили, ваш департамент представил стратегию развития до 2022 года, вот какую роль играют коммерческие СМИ в Латвии? Большую роль. Большую роль имеют. Наша установка такая, что медиа среда должна быть плуралистической, многообразной и в смысле многообразия взглядов, и в смысле многообразия самих медий. Если вы говорили о ЛСМ, то в принципе работают общественные медиа в трёх направлениях – информация, образование и развлечение. Но акценты больше на образование и на информацию, чем у коммерческих медиа, то есть та ныща развлекать своего зрителя, своего посетителя, это не первостепенно. Этим справляется в какой-то мере и коммерческий сектор. Конечно, есть и такие, скажем, части культуры, которые на грани развлечения и так называемой высокой профессиональной культуры, но которые не очень-то привлекательны коммерческим медиам, да, там тоже поле для активного действия общественных медий. Давайте мы ещё переймем звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Только, пожалуйста, коротко, у нас не так много времени. Здравствуйте. Добрый день, два вопроса. Первый вопрос, как на локоплательщика. Какой бюджет у этой организации и сколько работников? Второй вопрос. Закрыли РТР на какое-то время, да, ну, как я поняла, из-за программы Соловьёва, но ведь там рассказывается одно мнение и сразу же его оппонируют, то есть два противоположных мнения. Почему закрыли? Не понимаю. Не являюсь поклонницей этой программы, но являюсь как бы сторонником, сторонницей демократии. Общите, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, вот первый вопрос. Сколько у вас в департаменте работают сотрудников, может быть, вообще в Совете, да, и ваш бюджет? В департаменте или в ЛСН? Нет, я так понимаю, что именно в том учреждении, которое вы представляете, речь шла о Совете или электронных СМИ, и каким бюджетом вы располагаете? Работников в целом, включая членов Совета 18, бюджет около четырех тысяч, чуть больше евро. В месяц? Да. Нет, в год. Четыре тысячи евро в год? Четыреста тысяч. Четыреста тысяч. Почти полмиллиона. А по поводу вот закрытия передачи РТР, условно, там, из-за высказывания одного гостя, я не знаю, кто именно высказался, да, возможно, ему сразу же оппонировали, но закрыли передачу. Там нарушений было, если я правильно помню, пять нарушений за довольно короткое время. Эти нарушения признал и само руководство канала, что были нарушения. То есть они меня спаривали, да? Частично они не признали, но частично, например, что касается Жириновского, они сказали, ну, ведь никто не может... Ответить за него. Ответить за него. Каждый раз, как мы его приглашаем, то вот это... Сюрпризы. Сюрпризы, да. Но отношения по этому поводу, ведь у программы есть возможность не приглашать. То есть они выбирают, кого приглашать, кого не приглашать. Если у них уже есть плачевный опыт, они могут такого гостя не приглашать. Если они приглашают из рейтингов или каких-то других сообщений, то тогда не уже начинает беспокоить проблема, а не связаны ли вот эти призывы, например, разбомбить Украину, завоевать Украину до самого Киева и так далее. Кстати, и разбомбить Турцию ракетами и все, что только там было, может быть, это действительно повлияло на каких-то наемников или молодых людей, которые уже из-за этого проливают реальную кровь на Украине. Да, нам на этом пора заканчивать. У нас был сегодня в гостях руководитель департамента по стратегическому развитию и назору Центра мониторинга Национального совета по электронным СМИ Улдис Лиэлпетер. Спасибо вам большое. Привела передачу Лена Борисова, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова